Всем привет! В этом видео я покажу вам скрытый квест, который находится в фонтейне под водой, вот на этом месте. Сюда можно будет добраться с помощью... Еще раз я отдалю камеру, на всякий случай, конечно же. А вот здесь телепорт есть. Давайте отсюда доберемся вот сюда. Точнее, вы доберетесь уже здесь. И здесь есть вот такой барьер. Мы сюда заходим. Смотрите, кто-то оставил тетрадь с записями. В ходе наблюдения за морскими животными из потерявшего управления ската видного мека, был спасен детеныша пыхлення. Проведен осмотр, выяснилось, что детеныш намного слабее обычной особи пухлення. Короче, если выпустить его, соответственно, в среду, вероятность выживания составит максимум 20%. Было принято решение оставить его на станции наблюдения. Если детеныш подрастет и окрепнет, вероятность выживания при выпуске с естественным среду составит уже 70%. После долгих размышлений было решено назвать его виноградником. Правда, виноград фиолетовый, а наш пухлень синий. Зато он такой же сладкий и симпатичный. Сладкий, я подумал, может быть, съесть его стоит. Так, перевернуть страницу. Я не знаю, зачем я это читаю. Записки инженера. Короче, я скипну это. Я не знаю, это вообще никак не связано возможности, что мы здесь собрались делать. Да, странные записи. Ай, ладно, как говорится. А, вот он, пухлень этот. А, это то, о чем записяк говорилось, да? Это что? Я не знал, что здесь есть. Так, бульк. Наверное, это и есть тот самый виноградник, о котором говорится в записях. Бедняжка, так оголодал. Инженер все напутал. Пишет, если мои на расчет верны, ничего они не верны. Всю эту пухлинь давно съел. Наверное, из-за таких вот инженеров исследовательский институт и взлетел воздух. Макс, давай его покормим. Ну что, едят пухлини. Кстати, ударение непонятно куда ставить. Была бы у нас рыба. Да у нас, кстати, огромное количество. Но здесь и так полно ее. Наверное, он слишком устал и не может их поймать. Давай просто покормим его. Бедный маленький. Пухлинь. Он осторожно смотрит на вас, но сил, чтобы сбежать у него уже не осталось. Ну смотри, у меня 797, я тебя сейчас накормлю. Это какое-то безумие, если честно. Короче, он боязливо нюхает еду и смотрит на вас с опаской, видя, что вы не хотите причинить ему вреда. А, зверенок осторожно пробует еду. Наконец, забывшую про осторожность, пухлинь жадно глотает угощение, которое вы принесли. Похоже, он давно ничего не ел. Спустя некоторое время к нему возвращается сила. Он тихонько тяпкает и хлопает ластами себя по животу. Условно хочет сказать вам спасибо. Ух-х-х-х, что это еще? С ним надо общаться? Это квест какой-то? Так, он развеселился и совсем нас не боится. Правильно, надо есть досы, тогда и силы появятся. Но Пайма не хочет оставлять его здесь без присмотра. Давай, будем его навещать. О, секретка! Я еще раз поговорил с ним. Вы объясняете ему, как делать ковырок. Поехали. Виноградник растерянно смотрит на вас и нерешительно шлепает себя ластами по животу. Похоже, он не понимает, чего вы хотите. Наверное, пока что не получится научить вот такому трюку, но он вырастет и научится. Шалеть, я вообще в шоке, честное слово. Я сейчас последний раз хочу поговорить с ним. Так, у тебя есть... Вы протягиваете еду. Виноградник неуверенно нюхает вашу еду и отворачивается, не притронувшись к угощению. Мы недавно его кормили. Наверное, он не голоден. Давай навестим его позже. Как это все необычно? Слушайте, это безумно необычно. Смотрите, в какой среде он живет. Может быть, тут, конечно, что-то еще есть ценное, но... Слушайте, да. Но, скорее всего, речь идет о том, что мы должны навещать его в течение трех дней. Как это работает, да? Вы понимаете? Три великолепное число. И дни, реальные дни, а не игровые. Кстати, Пайман немного переживает. Раз уж мы рядом, давай зайдем и проведаем его. Это второй день. Реальный день, напоминаю. Поэтому давайте подплывем. Диалог сразу начался, как только я приблизился к этому зданию. Поэтому не успел первую фразу прочитать. Ну, я думаю, давайте выясним, что же там у нас творится-то. Его нету? Погодите. Ох ты, подождите, а где он вообще? А, вон он, смотрите, плавает этот виногр... Слушай, ты, ну, конечно, хитрец еще тот. Ну, понятно. Виноградик нас узнает. Да-да, это мы, мы снова принесли тебе угощение. Давай покормим его вкусняшками, как в прошлый раз. Почему-то пухлинь совсем не обращает на нас внимания. У меня еды, я тебе могу кормить еще 700 дней, как минимум. О, ты почему не спишь? Может, он уже наелся? Но он выглядит каким-то вялым. Сытый пухлинь должен вести себя бодрее, правильно? Кстати, ты заметил, он все время смотрит в ту сторону. Ах ты, вот это неожиданно, вы посмотрите. Там другие пухлини, они застряли в водоросле. Вот почему он так странно себя ведет. Виноградик беспокоится, друзья, потому что и отказывается от еды. Давай скорее расчистим водоросли и спасем его друзей. Ну, как скажешь. Мне пришлось поплотить, чтобы найти тебя. Так, нам надо вот эту штуку взять. Не зря она просто здесь расположена, поэтому берем, конечно же. И один, два. Есть! Говорить с ним не требуется, судя по всему, да? Ладно, теперь он не будет волноваться. Пойдем к нему вернемся, давай. Смотрите, ух ты! Вот это я понимаю, сценка. Он чувствует, что рядом находится он. Вау. Вот это я понимаю. Но он развеселился. Давай предложим ему еды. Еще? А он тот раз не взял, да? На этот раз пухлий неосторожно обнюхивает ваши угощения и сразу съедает, а затем радостно хлопает себя ластами по животу. Пухлий несколько раз оплывает вас вокруг, словно хочет поблагодарить, а потом спешит к своим друзьям, и они хорм поют радостную песню, разделенные прозрачным кристаллом. А он не может отсюда выбраться, да? Ну вот, теперь все будет в порядке. Похоже, он весело проводит время со своими друзьями. Давай не будем им мешать. Погоди, у меня есть предложение с ней еще раз с ним поговорить. Видите, у него сердца заполняются. Ну, это близко к тому, что на третий день мы должны... Похоже, он наелся. Давай навестим его. Слышите? Как тюлень, а? Как кит даже, я не знаю. Я слышал звуки эти. Так, хорошо. Это был второй день, напоминаю, ребят. Надо подождать еще одни сутки. Мы снова здесь. Это третий день. Посмотрим, что изменилось. Жив он еще или нет. Ну, это у нас... С учетом того, что это третий день, как вы догадались, это должен быть финал. Хотя... Тут все может быть иначе. Главное его найти, ребят. А, виноградик? Где ты? Не мог же он уплыть. Спрятался где-то, наверное. Давай поищем. Ну, слушай, Пайман, мы в прошлый раз пытались его найти. Вот он. Ага. Погодите. Поговорить можно? Да, спасибо. Вот ты где прячешься. Не бойся, это мы. Макси Плей, давай покормим виноградик и вкусняшками, как в прошлый раз. Вкусняшками? Да не вопрос. Пухлин ведет себя беспокойно и все время смотрит в одну сторону. Ага. Значит, он не будет есть. Нам опять надо будет спасти кого-нибудь. Смотрите. Странно, он как будто совсем не голоден. И друзья, которых мы вызволили из водорослей рядом, ему не о чем беспокоиться. Может, он заболел? На той стороне может быть что-то такое. Что его беспокоит? На той стороне? Нам отсюда не видно, Макси Плей. Давай пойдем и посмотрим. Ну, давай. Если не шутишь. На той стороне имеется в виду выйти из купола. Ну, там так-то ничего не видно, да? А, вот, смотрите. Там же Мек. Вы убить надо. Виноградик не ел, потому что боялся той штуки. Угу. Убить? Ну, давайте только скилл возьмем, потому что убивать будет очень сложно. А, нет, они были простые. Так, с этими справились. Вернемся, поищем виноградика нашу. Окей. Кто придумал такое название? О, он, кстати, на том же месте теперь. Так, теперь он больше не выглядит напуганным. Наверное, он умеет улавливать опасность. Отлично. Теперь давай его покормим. Окей. Пухлинь обнюхивает ваши угощения, съедает все до последнего кусочка и ласково лижет вам руку. Затем Пухлинь уплывает к друзьям и через стекло они хором поют радостную песню. Ничего не поменялось, да? Ух ты. Вау, вау. Он нас полюбил, скорее поправляйся. Поправишься и сможешь вернуться в море, будешь играть со своими друзьями. А, погодите, это же не может быть просто концовкой, но вообще за это ничего не дали. Это было бы очень странно. Ну, любовь-то растет, смотрите. Возможно, это не последний день. Ему так нравится, Андерс. Так, ну вот, похоже, он наелся. Давай навестим его позже. Понятно, это отсылка, значит, четвертый день у нас как минимум будет. Вообще, может быть даже и пять. Не исключено. Раз уж мы здесь, давай сходим и проведаем его. Вы уже догадались, что это уже четвертый реальный день. Мы сейчас посмотрим, что же случилось с этим виноградиком или не... Может, он уже оттуда уплыл, кстати. Вообще, я на самом деле думал, что всего три дня потребуется для того, чтобы завершить этот секретный квест, но это продолжается уже четвертый день. Да, он на месте, смотрите. Еще танцует. Виноградик выглядит встревоженным. Он голоден. Давай его покормим. Ну, давай, давай. Пухлин легонько кусает вас за рукав. Выглядится он при этом встревоженным и огорченным. Похоже, он хочет куда-то вас отвезти. Да, может быть, роскошный сундук ты мне дашь? Он вообще не ест. Там есть что-то такое, что его беспокоит. Вон там. Ну, отсюда плохо видно, что там. Странно, друзья, виноградика не видно, и обычно они всегда здесь. Пайман слышала, что Пухли не обещает... Общается с звуками, которые человеческое ухо не улавливает. А вдруг они снова застряли в водорослях? Давай посмотрим. Так, понял. Значит, наши четыре... Значит, наши три дня... Откуда еще один мех? Нет? Нет, не так. Почему тут так много меков? Меки, похоже, атакуют того Пухлини. Надо его скорее спасти. Ну, давайте, давайте попробуем. Ух ты. Есть. Это было просто. А что нам теперь делать? Он поплыл? Да, смотрите. Так, отлично. Теперь все в порядке. Давай вместе с ним вернемся. Местит прекрасно. Только мне бы еще найти, куда он делся. А, вот он точно. Значит, он не хочет есть, потому что волнуется о друзьях. Но откуда в таком месте столько меков? Да не просто меков, а таких, которые нападают на обычных зверьков. Исследовательский институт должен принять меры. Ладно, давай сначала его покормим. Так, мы по идее... Настроение у него куда лучше, чем в прошлый раз. Скоро ты совсем поправишься и вернешься в море. Будешь весело плавать со своими друзьями. Я теперь жалею, что я изначальную историю пропустил. Я ее скипнул. Думаю, что это вообще даже не квест. Вы протягиваете угощение. Виноградик сразу подплывает и съедает все до последнего кусочка. Вы осторожно гладите маленького пухлинина. На ощупь он оказывается намного мягче и теплее, чем вы представляли. Совсем как плюшевая игрушка. Он совсем нас не боится. Похоже, виноградик скоро вырастет и станет взрослым пухлинием, скорее всего. Давай как-нибудь снова его навести. Но это намек на пятый день. Да, ладно, подождем. Кстати, интересно, как там поживает виноградик. Да, это следующий день, ребят. Настоящий, реальный, неигровой. Пайман уже привыкла его кормить. Ну, давайте еще раз посмотрим. Я думаю, что в этот раз мы наконец-то сможем завершить это задание. И, возможно, мы за него получим достижение. Вот он, видите, уже прямо, уже нашел его. Ждет, видимо, нас. Соскучился, да? Ну, давайте, давайте. Наш пухлини стал таким большущим. Уже не виноградик, а настоящий виноград виноградович. Слушайте, ну, вообще, кстати, смотрится эпично. Да. Похоже, он совсем окреп. Не зря мы так долго его кормили. Ну, что это значит? Что его пора возвращать в море? Ведь там его настоящий дом. Пухлинь понимает, что вы имеете в виду, но выглядит все немного растерянным. Ты не хочешь уплывать? Да, Пайман понимает, и уже привык к этому дому. Не переживай, море очень большое. Но ты можешь вернуться сюда, когда захочешь. Он так смотрит на меня. Вы выносите пухлини наружу, надо же. Ну, конечно же. Сам не мог выплывить, да? Потому что большой очень. Кажется, он смотрит на свой аквариум. Не хочет уплывать? Нет, тут что-то другое. На, его старые друзья. Смотрите, взрослому пухлиню тоже можно призвиться с друзьями. Пока, виноградик, береги себя. Подросший пухлинь не торопится уплывать. Он подплывает к вам. Нежно трется о вашу щеку, словно хочет попрощаться. Потом, будто вспомнив о чем-то, легонько кусает вас за рукав и тихо тявкает, глядя на аквариум. Тявкает. Ну, он все в сторону аквариума тявкал. Пайман немножко переживает. Давай сходим посмотрим. Куда? Опять в аквариум? Я пропустил самую суть, наверное, да? Смотрите, там что-то и есть. А, наркушка. Копать. Да ну тебя! Пайман не думал, что нас тут подарок будет ждать. Умный мальчик, наши усилия не пропали даром. Йоу, слушайте, ну я не могу по-другому. Это как-то, это роскошный сундук, реально. И еще достижение. Ошалеть. Вот это неожиданный сюрприз. Ну, задание, это скрытое задание, на самом деле стоит того. Я удивлен. А куда он пропал-то, интересно? Где мы сейчас находимся? Я предполагаю одну вещь важную. Давайте посмотрим, прав я или нет. Мы его сможем еще раз найти. Если поплывем сюда. И... Вот он, да, смотрите, реально. Это он, знакомый пухлинь, ребят. Тот пухлинь нас как будто зовет. Может, это наш виноградик? Она что-то сама не узнала, что ли? Да, вот он, милый наш. Давно не виделись, да только что. Пайман беспокоила, что ты не сможешь привыкнуть к жизни в большой воде. Похоже, все наши тревоги были напрасны. Вы объясняете виноградику, как делать кувырок. Опа! Слушайте, реально. Так, вы объясняете, как делать... Нет, подождите. Пусть у тебя все будет хорошо. Это конец. Да, ребята, это конец. Мы не сможем даже... А, нет, мы можем еще раз поговорить. Но это ни на что больше не влияет. Мы можем просто с ним общаться. О, там роскошный сундук слева. Ооо! Он нас привел к нему еще к одному роскошному сундуку. Смотрите. Но это у нас, конечно же, будет отдельный вид же про этот сундук. Ну, а тем не менее, это было прекрасно. Наконец-то мы завершили. Это было прекрасное просто... Задание. Скрытое задание. Потому что оно бы нигде не отражалось бы, если случайно мы его не нашли. На этом все. Не забываем, ребят, подписываться, писать комментарии, ставить лайк, нажимать на колокольчик, конечно же. И подписываться на все каналы, ссылки, которые вы найдете в описании к этому видео. И пока-пока. Вау, подождите, мне удалось. Ух ты! Прикольно. Ладно, все, пока-пока.